До главного события лета осталось совсем немного. Мы уже знаем предварительную программу фестиваля воздух. Петросовет протянул руку помощи торговцам алкоголя. Продавать спиртное теперь можно в 10 метрах от школ. Баня с мансардой под арестом. Приставы наведались на турбазу авиаретро. Вы смотрите новости в студии Александр Гнетнев. Здравствуйте. 22 июня в воскресенье в Петрозаводске выступит группа с мировым именем «Расмус». Сегодня стала известна предварительная программа фестиваля воздух. Организаторы объявили ее в прямом эфире нашего радио. До главного музыкального события карельского лета осталось чуть больше двух недель. По просьбам зрителей организаторы открывают карты и публикуют предварительное расписание выступлений большинства федеральных групп. Точный день концертов некоторых коллективов пока утверждают, поэтому окончательный график выступлений всех команд будет опубликован 10 июня. Итак, 20 июня в пятницу выступят «Князь», «Луна», «Сурганова и Оркестр», «Мастер», «Скворцы Степанова» и другие. 21 июня в субботу на сцене воздуха прогремит «Наив», зазвучит гармонь Игоря Растеряева, сыграют «Анимация», «План Ломоносова», «Бригадный подряд», «Разные люди», «Знаки», «Оргия праведников», «Нэп», «Радиолайф» и еще несколько команд. Теперь, что касается воскресенья 22 июня, на сцену воздуха выйдет группа с мировым именем «Дерасмус», «Нойз МС», «Муракамень», бывший вокалист бригадного подряда Александр Конвиссер и его команда «МП-3», «Ангел Небес», «Слот», «Кэжуал», группа «Ключевая» и другие. В списке пока нет групп «ДДТ», «Серьга», дата их выступлений уточняется. Ну а поскольку 22 июня – День памяти и скорби, воздух не мог остаться в стороне. Именно поэтому вместе с правительством Республики Карелия, с Министерством молодежной политики спорта и туризма мы разработали специальную программу, патриотическую памятную, которая посвящена этой дате. Например, большинство коллективов в этот день в свою программу включают собственные произведения о войне, песни военных лет, либо кавер-версии. И кроме того, в этот день на фестивале запланированы такие акции, как «Минута молчания», «Свеча памяти» и «Георгиевская ленточка». Все подробности на сайте воздух.инфо Имущество базы «Авиаретро», где в сентябре минувшего года проходил фестиваль «Воздух», арестовано судебными приставами. Фирма, владеющая турбазой, накопила долг в размере 1 миллиона 764 тысяч рублей. На территории турбазы «Авиаретро» приставы-исполнители арестовали гостевой дом, здание бани с мансардой, а также спальный корпус. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов. Арестованное имущество представители службы оценили в 1 миллион 700 тысяч рублей. Если компания не начнет гасить образовавшуюся задолженность, арестованные постройки будут проданы в счет погашения долгов. Петросовет разрешил торговлю алкоголем в 10 метрах от школ. Депутаты Петрозаводска решили уменьшить стометровую безалкогольную зону в радиусе учебных заведений. За это им без сомнения скажут спасибо владельцы торговых точек. В Петрозаводске примерно четыре сотни организаций, вблизи которых торговля алкоголем запрещена. Это детские и образовательные учреждения, медицинские организации, железнодорожный вокзал и так далее. Петросовет подсчитал, если установить 100-метровую безалкогольную зону вокруг этих организаций, то продавать алкоголь прекратят более 60 торговых точек. Если безалкогольную зону сделать 50-метровой, убрать алкоголь с прилавков придется более чем 30 торговцам. Депутаты посчитали, что отказавшись от продажи алкоголя торговые точки просто станут нерентабельны и закроются. Петросовет протянул руку помощи продавцам алкоголя и позволил им продавать пиво и водку в 10 метрах от школ и детских садов. Нет человека – нет проблемы. Пожилой петрозаводчанин приобрел у компании СТК автомобиль, который сгорел после года эксплуатации. Однако компания отказалась компенсировать пенсионеру убытки. Петрозаводчанин обратился в суд, но решение Фемиды в свою пользу так и не дождался. Заболел и скоропостижно умер. По словам карельского юриста Николая Флеганова, автоторговцы решили воспользоваться смертью истца, чтобы повременить с исполнением судебных решений. В конце 2012 года ко мне обратился житель города Петрозаводска с 48-го года рождения. Суть вопроса, суть проблемы, которая с ним приключилась, состояла в следующем. В одной известной фирме, которая занимается продажей и обслуживанием автомобилей, он приобрел автомобиль марки «Рено». Однако в данном автомобиле произошло возгорание. Произошло оно непосредственно под капотом автомобиля. Автомобиль выгорел до тла, от него остался только обгоревший кузов. Данный гражданин обратился к продавцу, компания ответила отказом. Соответственно, не соглашившись с этим, данный гражданин обратился в суд, мы помогли составить ему исковое заявление и стали представить его интересы в суде. И суд вынес решение в нашу пользу. Решение было вынесено в декабре 2013 года, а в январе, так и не дождавшись вступления в силу решения суда, мой доверитель скоропостижно умирает. Однако данное обстоятельство не смутило компанию продавца, они подали апелляцию. Судом апелляционной инстанции было отказано в удовлетворении данной жалобы. Тем не менее, на сегодняшний момент решение суда не исполнено. В добровольном порядке ООО «Автосервисцентр» не урегулирует данный спор, с никакими предложениями не выходит. И также ждет, видимо, срока наступления процессуального правоприемства, тогда уже, соответственно, судебное решение будет исполняться через службу судебных приставов. В этом году вступают в силу поправки в миграционное законодательство, согласно которым будут существенно усложнены правила проведения экзаменов для мигрантов. Вместо теста по русскому языку придет создавать упрощенный аналог школьного ЕГЭ. В единый тест будут добавлены вопросы по истории, праву и российской культуре. Готовиться к нововведениям начали и в Карельском ресурсном центре. Здесь планируют создать обучающие группы и пригласить педагогов. Пока же здесь каждый день готовы оказать правовую и психологическую помощь. Амина родилась в Польше, но по национальности она наполовину русская, наполовину индианка. Сейчас своим домом считает Карелию. Здесь ее семья и друзья, найти которых во многом помог Карельский ресурсный центр общественных организаций. Я просто участвую в этом проекте ради интереса. Для нас организуют различные мероприятия, игры, в ходе которых мы знакомимся с традициями, культурой, языками разных народов. Амина участник проекта социально-культурной адаптации детей и подростков, который организовал Карельский ресурсный центр. Главная цель проекта – укрепление межнациональных отношений. Но для Амины все проще. Это дружба и общение. Это принципиально важно, так как с детского возраста закладываются личностные качества ребенка. И необходимо прививать культуру межнационального общения, толерантного сознания непосредственно с детского возраста. В рамках этого проекта мы проводили ряд мероприятий с участием детей и подростков различных национальностей. Это и мероприятие «Волонце» – интерактивная игра «Пословица душа народа», в которой приняли участие более 30 представителей различных национальностей. И в рамках этого мероприятия дети пришли к выводу о том, что не существует различий между ними, что они все из одного теста и им нечего делить. Карельский ресурсный центр общественных организаций существует с 2001 года. За это время в разных районах республики создано 9 центров социально-культурной адаптации. Многие из них находятся на базе районных библиотек. Так и в Петрозаводске, в Центральной городской библиотеке имени Гусарова, есть отдел информационного обслуживания мигрантов. В нашем отделе мы предоставляем мигрантам и всем жителям Петрозаводска, читателям нашей библиотек, компьютеры как и для самостоятельной работы по поиску информации и по работе с информацией. То есть, придя в нашу библиотеку, любой житель города и мигрант в том числе может получить помощь по оформлению загранпаспорта, по написанию заявлений, по получению муниципальных электронных услуг. В Карельский ресурсный центр могут обратиться все желающие. Здесь окажут правовую и юридическую помощь, в сложной жизненной ситуации психологическую поддержку. А со следующего года здесь планируют организовать обучающие группы, чтобы помогать мигрантам сдавать квалификационный экзамен. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Медицинский центр «С-класс клиник» впервые на северо-западе в Петрозаводске. Эта система клиник уже давно работает за рубежом и 10 лет в России. В основном в городах, где более полумиллиона населения. Теперь новое медучреждение появилось и в Карельской столице. Редактор программы «Домашний доктор» Светлана Пушкина познакомилась с работой многопрофильного медицинского центра по объему оказываемых услуг, который не уступает любой городской поликлинике. Волгоград, Самара, Пятигорск, Пенза – это города России более чем с полумиллионом жителей, где работает сеть «С-класс клиник». Теперь она пришла и в Петрозаводск, в город с населением менее 300 тысяч человек. Эта клиника является многопрофильным медицинским центром, который по объему оказываемых услуг не уступает любой городской поликлинике. Клиника придерживается очень жестких стандартов подхода к медицинской помощи. То, что мы делаем в Петрозаводске, абсолютно точно так же делается в Кемеро, абсолютно точно так же делается в Пятигорске. Используются абсолютно те же методики. Во всем мире сейчас стараются лечить амбулаторно, чтобы человек не отрывался от работы, от дома. А для этого нужны современные технологии и оборудование, которые позволяют лечить без боли и качественное. И они есть в «С-класс клиник» в Петрозаводске. Пациент должен видеть и понимать, что с ним происходит. Он должен только основываться на словах врача и, соответственно, взвешенно и обдуманно принимать решение о необходимом лечении, о том, что ему необходимо предпринимать. И еще одна особенность «С-класс клиник» в Петрозаводске. В просторной регистратуре со всеми удобствами для пациентов нет телефонов. Мы одна из немногих клиник, которая предусматривает раздельный подход к записи пациентов и к обслуживанию пациента, который пришел в клинику. У нас есть отдельный колл-центр, так называемый, где аккумулируются все входящие звонки в клинику. Этот колл-центр находится за пределами зоны, где прибывают пациенты. Медицинский центр «С-класс клиник». Добрый день, меня зовут Любовь. Чем могу вам помочь? И в то же самое время пациент, который пришел в клинику и пришел в регистратуру, он тут же попадает в заботливые руки наших администраторов, которые работают только с ним. Их не отвлекают ни телефонные звонки, ни другие пациенты, ни звонки докторов. Для нас критерием считается это излечение пациента. То есть мы не занимаемся консультацией. Если мы беремся за пациента, мы доводим его до излечения. Лечение платное, но существуют четкие стандарты комплексного исследования, где все включено для того, чтобы поставить диагноз. Мы берем пациента и дальше доктора его ведут то количество времени, пока он сам не почувствует свое выздоровление, и пока это выздоровление не будет зафиксировано документально при помощи тех приборов, которые мы увидели. «С-класс клиник» в Петрозаводске рассчитано на 100 посещений в день. Сразу после рекламы смотрите программу «Отдачной жизни». Сегодня мы заканчиваем большой банный курс маленькими секретами русской парной. Ведущий этой программы Дмитрий Николаев выведает у главного банного специалиста, как легко стать продвинутым банщиком. И это, конечно, далеко не все. Без чего не бывает бани, дачи и вообще ни туда и ни сюда. Конечно, без воды. Горожанину порой практически невозможно смириться с проблемой отсутствия центрального водоснабжения. Выход есть и не один. Это или обустройство колодца, или бурение собственной водяной скважины. С чего начинается бурение скважины и кого приглашать, чтобы точно найти воду? Что такое дренаж и для чего он нужен? Об этом и многом другом сразу после рекламы. Вы смотрели новости на телеканале Ника+. В студии был Александр Гнетнев. До новых встреч.